Песня 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 Последняя основная функция, которая на данный момент мне доступна, это управление поместьем. В этом меню, если мы поговорим с книжкой, можно установить объекты и NPC, или точнее наряды, которые дают нам различные бонусы. Например, вы хотите отправить вашу экспедицию в мутные воды, вы можете установить наряды или, соответственно, объекты, которые понижают затраты на энергию или увеличивают шанс выполнения миссии в мутных водах и, соответственно, получить больше профита. Ну а теперь дополнительные функции. Недавно я открыл повара, возможно, в будущем будут еще другие активности в поместье. У этого повара можно скрафтить большой обед на несколько порций. Поскольку в ваше поместье могут попасть и другие люди, они могут воспользоваться этим обедом. Возможно, это задумано специально, чтобы, например, перед походом в рейд кто-нибудь один скрафтил обед, аналог Вова, да, зашли все в ваше поместье, покушали и после этого пошли на, соответственно, какого-нибудь кайшера или подводный данж. С мини-обзором поместье закончилось. Теперь давайте разберем вообще, как крафтить определенные вещи, как их находить и так далее. Заходим, нажимаем Ctrl-1, открывается у нас слева меню, где мы можем выбрать исследование, изготовление и так далее. Нажимаем на исследование или изготовление. Дальше открывается окошко с выбором того, что мы можем сделать. По дефолту у вас стоит галочка доступная, снимаем эту галочку и теперь мы видим все предметы, которые мы можем скрафтить. Выбираем любой предмет, у которого есть замочек. Дальше смотрим на условия изготовления. Зеленым у нас отмечается то, что у нас уже изучено, красным то, что не изучено. Соответственно, для того, чтобы разблокировать этот самый предмет, необходимо сделать все зеленым. Нажимаем на красную строчку и нас автоматически перекидывает в исследование, которое необходимо изучить для того, чтобы разблокировать нужный крафт или рецепт. То же самое касается исследований. Выбираем сверху все исследования и мы можем увидеть все исследования, которые доступны на данном уровне лаборатории. Если у вас, например, уровень лаборатории 2 и у меня показываются все исследования, которые я могу изучить на этом уровне лаборатории. Если я попытаюсь изучить, например, мореходный штаб уровня 3, то мне скажут, что ваш уровень лаборатории недостаточно высокий. Подождите, пока вы апнете его до 3 уровня. В ваше поместье захаживают различные торговцы, к которым можно покупать предметы для поместья, включая мореход для экспедиций. Торговцы бывают разные, и чтобы расширить пол этих торговцев разновидности, надо изучить соответствующие контракты с торговцами во вкладке исследования. У каждого торговца два требования. Первое — это выполнить квест с этой торговой компанией или с этим торговцем. Второе — это апнуть особняк до определенного уровня. Вот у меня, допустим, какой-то квест висит в Шувьорде, я до сих пор его не сделал. Как только я сделаю, я смогу изучить этого торговца. Ну а теперь отвечу на несколько вопросов. Для начала стоит изучить, наверное, кристаллы Сириона, они вам пригодятся для заточки вашей экипировки. Если вы хотите улучшить ваши ремесленные инструменты, повыше грейдом их сделать, необходимо купить у торговки Жасмин зачарованные материалы, соответствующие рецепты для, соответственно, ваших инструментов. Моряков для экспедиции можно получить за различные коллекции. Торговые корабли, которые пришвартовываются около островов, тоже этих моряков иногда продают. Ну а также вы покупаете у торговца, которые захаживают в ваше поместье. Что касается исследований, то я бы советовал здесь максимально прокачивать лабораторию, то есть все делать ради лаборатории. Если лабораторию прокачать нельзя, то корабли, торговцев, пассивные навыки, которые уменьшают затрату энергии. Ну а также не стоит забывать заходить на черный рынок, покупать зелье, таблетки и энергии, тоже восстанавливать ее, чтобы быстрее прокачивать поместье. Что дают карты сокровища, я пока не знаю, потому что еще ни разу не крафтил. На этом, наверное, все. Спасибо за просмотр. Вроде бы я в этот раз все уже указал и дал советы, которые я считаю нужными. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, заходите на стримы. Всем пока.